Продолжение следует... По словам Владимира Стасова, одухотворенный романтической идеей, лидер от природы, человек общественный, то есть открытый обществу, крамской, на протяжении всей своей жизни был движим творчеством в высоком смысле этого слова. Его мечты о коллективных усилиях в деле развития искусства, о творческом содружестве и взаимной нравственной поддержке нашли воплощение в деле создания товарищества передвижных художественных выставок. В 1870-е годы период жизни Крамского связаны с организационной деятельностью. Большую часть времени и сил он бескорыстно отдавал служению общему для товарищества делу, оставаясь в течении жизни непререкаемым авторитетом, совестью и мозгом передвижников. Письма этого времени проникнуты неутомимой энергией лидер. Вместе с тем в этих же письмах живет и мой крамской «Я из породы тихоструйных» писал он о себе. В 1871 году на первой выставке «Товарищество» Крамской представил картину «Русалки». Она сразу выделилась из череды жанровых полотен. Так уж привелись на все эти серые мужички, неуклюжие деревенские бабы, испятые чиновники, признавались критики. Крамской переосмыслил традиционное представление о бытовом жанре. Рядом с изображением правды жизни в искусстве равное право имеет и поэтический вымысел, являющий еще одну важную грань человеческого бытия. Потому картина Крамского заняла особое место в истории русского искусства второй половины XIX века. Авторское название полотна «Майская ночь» из Гоголя указывает на литературные впечатления. Тем не менее художник отказался от иллюстрирования конкретного произведения. Он задумал картину в усадьбе Хате, Харьковской губернии, где был заворожен красотой южно-русской природы, ее лунных ночей, о чем признавался в процессе работы. Все стараюсь в настоящее время поймать луну, так обозначил он поставленную перед собой труднейшую живописную задачу. Трепет лунного света, таинственная ночная природа создают атмосферу фантастического мира, преображая реальные девичьи образы и наполняют картину лирическими интонациями. В современном представлении передвижничество связано с развитием бытового критически мыслящего жанра, который актуализировал наиболее животрепещущие вопросы дня через обращение к новым сюжетам и темам. Однако Крамской почти не работал в этом жанре, а если создавал композиции, то они скорее тяготели к бессобытийному лирико-романтическому направлению, которое раскрывало художественные поиски, связанные с выражением тонкой душевной жизни, сложных эмоциональных состояний, словно желая соприкоснуться через искусство живописи с миром невидимым и неосязаемым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok